И до войны это твое дом, да? Да, да, мы здесь жили все дома. И как это время было? Что произошло твое дом? Ну, как и у всех, прямое попадание, поврежден был. Ага, и откуда? Как откуда? Вот откуда. Ну, что там? Ну, позиции украинские пески, оттуда били. Как вы знаете, это Украинская твое дом? Ну, там летит, вон они ж стоят рядом. Зленицкий сказал, украинский войска не стреляет. Да, гражданский. Да, они стреляют. А куда ж они стреляют? Если город кругом полный, куда ж они стреляют? Туда, в лес. А дома, вы ж видели? Все разрушено, разбито. Куда они стреляют? Люди не могут вернуться, потому что нет домов. Наши хоть частично были повреждены, мы что-то сделали. А у кого сгорели? Рядами горели дома. Шуш, как они не стреляют? А кто стреляет в нас? Не, ну сейчас-то уже нет, это еще было разбито в 15-м году. Сейчас-то уже так, единично-то куда-то. Украинские США и Европа, они сказали, что Россия виновата в все. Ой, это вообще бред. Россия помогает нам, если бы Россия, мы бы вздохли уже тут. Без пенсии, без работы, без всего. Все закрыто, предприятия не работают. Если бы не Россия, мы бы тут уже вымерли все. Украина сказала, что русские войска здесь. Где? А БСЕ дает отчеты, для чего они тут. Они же зафиксировали, что нет войск российских. Шахтеры воюют, вон шахтер. Он бы сам пошел, но у него возраст не позволяет. В каждой семье погибшие, в каждой семье. Не то дети, у нас племянник погиб, он у соседа и зять погиб, сын воевал. В каждой семье кто-то либо воевал, либо погиб. Это возможно, Донецк обратно в Украину? А? Это возможно, Донецк, Украина еще раз. Вместе с Украиной. Столько смертей, столько всего, как можно. И продолжает. Ну разве мы не люди? Мы что, звери или террористы? Какие мы террористы? Мы работали всю жизнь, не покладая рук. Так нас надо убить, чтобы нас тут стереть с лица земли. Дети выехали, не могут здесь, ни работы нет, ничего. Все семья разворилась сама. Сама, дети разъехались. Мужа похоронила. Вот от чего, почему, вот не выдержался. Я много повыграла. Да, мы сидели до октября в 14-м году под обстрелами сидели, жалели дома, горело все. Думали, хоть если что, хоть за тушим. Больше ж ничего нет, угол и все. Ничего не нажили, хоть и работали всю жизнь. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Ну район аэропорта. И, в принципе, много дома стреляют под обстрелами, да? Нет, но сейчас уже нет. Как там, какие-то осколки, да, Коля? Я ж тут не ночую. Не, ну вот, вот прилетело, ты видишь. Ну, ну так, уже дома не разрушаются, как раньше. Где-то что-то. Не, ну туда же прилетело. Ну вот, единично, единично, что говорить. А так вот уже лепим, что из чего, что осталось, чтобы жить. Нам сделали по улице. У нас же не было ничего, ни света, все столбы валялись. Газ весь разорвало, потому что били нас без конца. Мой дом был разрушен, когда Минские подписали эти соглашения 12 февраля. Кое-как теплился он, окон не было, ну хоть крыша была. Они как начали бить 13-го и 14-го, чтоб 15-го аж перемирия. Ну, прекращение огня. Так они нас тут, все, что осталось, все побили нахуй. Вот настолько обида и злость, понимаете? Уже даже не хочется ни с кем общаться. У нас многие родственники в Украине даже так. Здравствуйте, до свидания. Потому что нет ни жалости, ничего к нам. Как будто бы мы тут вообще не люди. И почему вы думали, это Украинская стреляет на Горданский? Ну, со стороны, вон, Пески, вон у нас. Кто будет стрелять, если летит оттуда? Мы что, слепые? Они в аэропорту стояли они. Только раз выход посол. А когда аэропорт брали? Минометовый выход, уже прятались все. Когда взяли аэропорт старый. Не, ну а где в России, если как вы представляете, Россия будет стрелять? Откуда нас? Где? В поселке или где? Откуда они будут стрелять? Там же украинские стоят все. Там эти киборги были в аэропорту, нас мутузили вообще по всем статьям. Она слышно, когда вы в аэропорту были. Кировоградский. Выход пошел. Уже все разбегаются, прячутся. Только выход пошел. Откуда может стрелять Россия? Со своей границей или что? Ну, вот мне даже интересно, вот как это можно логически представить. Россия, зачем ей стрелять своих людей, русских людей? Донбасс это русские люди. Мы русскоязычной душой, мы русские. Понятно, мы жили в Украине, да, мы уважаем Украину, язык, культуру, все мы уважаем, но так вы же с нами по-человечески будете. Что ж вы нас уничтожаете? Детей, сколько погибло детей, стариков. Ну, разве это мыслимо? Ой, даже не хочется ничего говорить. И как, последний месяц, как это был? Ну, был сильный? Эприл, это месяц. А, это месяц? Да, да. Ну, я же не была, она прилетела. Да, прилетела, стреляли сильно. Тобьют постоянно, но в аэропорт они не там живут. Будела, Будела, все. А мы переживаем у нас дома. Нам помогли хоть на крылья. Вот, не дай бог, опять и будем опять. Угу. Тут же нету техники. Он погибли. Ну, Коля больше мужчины общается. Погибли, вот недавно погибли два человека. Ой, у нас погиб мальчик, пошел, 18 лет сосед, я живу сейчас на квартире. Пошел, ну, и завоевал, и денежек заработать, и погиб. Вот, месяц назад. Вот, кто, где, где, кто стреляет, куда. И гибнут, и там, и тут, и там гибнут. Но зачем вы вообще нас трогаете? Оставьте уже нас в покое, Господи, Боже мой. Мы уже как-нибудь вычухаемся тут потихонечку. Понятно, тяжело. Ну, а что делать? Угу. Ну, такие дела. Угу.